В народе про последний месяц лета говорят август, венец лета, август лето кончает. В августе зима с летом борется. Первая декада месяца выдалась хоть и влажной, но достаточно теплой. Однако во вторник в Тверскую область пришло заметное похолодание. Столбики термометров показывают на 5 градусов ниже нормы. Надолго ли лето покинуло регион и какие прогнозы дают синоптики? Об этом в нашем следующем материале. Про август существует немало поговорок и примет. Ведь это переходный период от лета к осени. И он богат не только на урожаи, но и на капризы погоды. Если в понедельник жители Тверской области радовались теплу и солнцу, то утром следующего дня уже пришлось доставать толстовки. Хотя, согласно народным приметам, дождь и 10 августа не сулил похолодание. С утра был очень большой водный ресурс, когда выпадает роса. Дождя не должно быть, а был ливень. Я по своему коту определяю, что если погода ухудшается, весь сомкнется, чтобы чувствоваться, что клубком так. Огно посмотрю и сам себе только верю. Вот как погода вот такая, вот сразу чувствуется. Начинает болеть и сразу будет дождь. И без примет можно точно сказать, лето уже не будет прежним. Не зря в народе говорят, что август венец лета. В начале этой недели сентябрьскую осеннюю погоду в регион принес арктический холодный фронт. Во вторник днем термометры показывали на 5 градусов ниже нормы. Однако перемены погоды в положительную сторону еще будут. Уже к выходным можно ожидать повышения температуры. Самая холодная ночь будет в ночь на четверг. Это 5-10 градусов тепла всего. А днем уже мы начнем немножко греть. Где-то 13-18, 14-19. Ну а к субботе-воскресенье мы надеемся, что мы уже вернемся в теплую погоду. Но не такую теплую, как была предыдущая неделя. Зон для жителей Твери и области до конца текущей недели будет полезным спутником. Днем ожидаются кратковременные дожди, ночью без осадков. А о том, какой будет предстоящая осень, теплой и сухой, или же традиционно дождливой и промозглой. И ждать ли бабьего лета синоптики прогнозировать пока не спешат.